Саша с победной шайбой, так понимаю, что нельзя сказать, что счет-то совсем по игре, да? Да, у нас два момента было, я думаю, что побольше, могли зайдеть и больше. Кроме заброшенной шайбы решающей, вспоминаешь моменты, за которые обидно, что не получилось забросить? У меня, может, был момент во втором периоде, достаточно неудобно. А так, у Ефима Киргова, по-моему, не засчитали, чисто там был гол. Он не поехал смотреть, вот у Сереги Грозна в конце, в третьем тоже, там, сходу, когда бросал, мог забить. И у Ефима Киргова в третьем три раза там бросал, добивал, то есть, моменты по нашему трену будут предоставочные, мы могли больше на скидку. На самом деле, наши, основные наши голевые моменты пришлись на второй, третий период. После первого, такого немножко раскаточного, со второго, третьего мы стали играть гораздо мощнее. С чем связано? Мы что-то почувствовали, что-то Занковец сказал, Словакии начали сдавать. Вы, ребята, почувствовали, что со Словакией можно играть, первая игра против Словакии, такой сбор, эмоциональный, скажем так. И они, может, первые чуть-чуть, так, не знаю, мандражировались, скажем так, или что, а потом почувствовали, что всем можно играть такие же, какие-то, и добавили. Начало больше получаться, скажем так, и поэтому игра пошла. Вечный вопрос, что лучше, в том числе и для «Динамовцев» в паузе? Поработать с клубом или поехать в сборную? Ну, скажем так, в сборную всегда ехать приятно, но, допустим, бывают такие моменты, что, конечно, лучше отдохнуть. Ну, тут, скажем так, такие тренировки не строго-то там какие-то усиленные, то есть щадящие. На игре все четыре звена играют, тоже нет такого, что там, ну, кто-то выходит постоянно. То есть, как бы, может быть, и лучше было бы отдохнуть, потому что серия предстоит такая, но в то же время ребята сейчас не будут играть, а мы, как бы, будем, ну, постоянно в тонусе, в игровом. То есть, может быть, с этой стороны нам даже будет и легче там отыграть, потом, дома, за «Динамов».